Во дворе дома номер 6 по улице Никонова прошла, ставшая уже традиционной, встреча жителей. Ветераны войны и труженики тыла принимали поздравления с Днём Победы. Здоровья, счастья, процветания, пусть всё будет у вас хорошо. Вам спасибо, что вы смогли на своих плечах пережить, вынести эти тяготы, эти ужасы. И не важно, в военных действиях, в целу, вам всё равно было тяжело. Мы помним, спасибо, что вы вынесли это, вы сохранили. И, конечно, спасибо вам большое за победу, за тот вклад, который вы внесли в это событие, которое на долгие-надолгие года века в нашей истории страны сохранится. Спасибо ещё раз вам за мирное небо, чистое небо. Дай Бог вам всем здоровья, живите как можно дольше. С праздником Великой Победы, любви вам, близких и родных. Присоединились к поздравлениям и учащиеся школы номер 7. Они подготовили небольшой концерт с яркими творческими номерами. Мой дедушка-герой, он защищал страну, не спит он ночью порой, как вспомнит ту войну. Не спит он ночью порой, как вспомнит ту войну. Булбастер, ранен он, поправился и в строй, и вновь боись врагом. Мой дедушка-герой, и вновь боись врагом. Мой дедушка-герой. Спасибо вам, ветераны, за мирное небо над нами, за то, что имеем возможность жить в этом прекрасном мире. Именно благодаря вам спасибо. И примите от нас на память открытки, сделанные своими руками. Мы каждый год ходим. Нам самим это нравится. Мы очень благодарны ветеранам за то, что они подарили нам жизнь, мирное небо над головой, благодаря им. Нам нравится дарить радость ветеранам. Как раз под праздник. Солнце светит, все хорошо. Вот у вас в семье кто-нибудь воевал? Прадедушки, наверное, уже не дедушки. Кто знает историю своей семьи своего рода? Дедушке сначала прислали похоронку, а потом через полгода он вернулся. Моя прабабушка была медсестрой. Тоже, к сожалению, не вернулась. У меня тоже прапрадедушка не вернулся с войны. Пропал без вести. Военные, военные, большая тренировка. Военные, военные и сила, и скоробка. Военные, военные, подтянуты во всём. Военные, военные, а вас поём. Военные, военные, а вас поём. Участникам это очень нравится, которые присутствуют здесь и в честь которых устраивается этот праздник. Они, конечно, очень благодарны, потому что многие из них уже живут по одному, чувствуется одиночество у них. Что сделаешь? Уже возраст всем за 80 лет. Конечно, люди пожилые, им хочется внимания. На сегодняшний день у нас один участник войны – это Войтенков Николай Емельянович. 5 мая ему исполнилось 92 года. Также проживают еще дети войны и труженики тыла. И, конечно, в этот день хочется быть благодарным этим людям, потому что благодаря им и мы живем мирно и счастливо. Я просто в восторге от Татьяны. Столько в ней энергии, столько в ней забот, а в стариках как-то хочется все им отметить, чтобы праздник был более уютный, веселее, вспомнить своих, встретиться со своими годами, знаете, возрастом своим. В 41-м году я работала, работала на часовом заводе. И вдруг передают, что война, значит, это началась. Ну вот, и как раз мы выбежали, ребята были, которые мы учились вместе, работали. И там ночевали. Ночевали, значит, кровати были, ну, так сделанные. И мы ночью ночевали в этом здании. А я во время была с этим, противогаз этим, я училась и это стрелять. Ветераны радовались встрече, оживленно делились воспоминаниями, подпевали участникам ансамбля «Сударушка», которые исполнили душевные песни военных лет. Как символ мира на земле, в небо выпустили белых голубей. Марина Стрижова, Михаил Лабазов, Углическое общественное телевидение.